Я вам хочу сказать, как мы жили раньше. Очень хорошо я работала на ферме, доила колов. У меня было молока, сколько хочется. А сейчас в магазине молоко полосковое, дорогое. И не считай этим молоком нисколько. Вот мы жили очень хорошо, очень. Эти тысячи теперь очень трудно жить. А раньше получала совсем грозы, даже палочки в колхозе получала. Но молока было много, двух сочков в ведро, двух сочков в себе. И таким образом я была сыта и вечером, и утром. Но кушать было нечего. Я ходила к соседям. Три теса у одних посижу, три теса у других посижу. Видишь, и день пройдет. А дома-то холодно. Печку топили. Да я и сейчас тоже топлю. Одеваюсь я с контейнеров. То рубашечку найду, то маечку, то еще какой-нибудь бельгистка. Постираю кое-как и ношу. Детей у меня нет. Помогать мне совершенно некому. Так и живу одна. Спасибо нашему правительству. Платят совсем грозы. То нужно за дом отдать денежки, То за электричество. Да и кушать-то котится. Но денежек-то нет. И питаюсь я. Кое-как. Но ничего. По-маленечку так и живу. И имею я газотик совсем маленький. Пять полсоточки. Растю картошечку да грядку огурчиков. Немножко посолю огурчиков и картошечки. Вот этим я и питаюсь. Ну, иногда хлебушка, конечно, куплю. Я совсем мало ем хлеба. По кусочку в день только. Стараюсь эту пуханочку растянуть на длительное время. То на недельку, а то и на полторы. А иначе как же прожить-то? Очень трудно. Вот так и живем. Так наше правительство и заботится о нас. Сейчас я на пенсии. Мне много котков. Ну, тетя, поделаешь. Надо как-то жить. Ну вот. Я сейчас перекусу хлебушку. Малочку. И затоплю песечку. И будет хорошо у песечки сидеть. А потом лягу спать. И чтоб было тепло, я накроюсь тепленькими половичками. Одеяльцем каким-нибудь. Который нашла около контейнера. Вот так и живу. Ничего. Очень скромненький. Ну, я суета. Который нашел. Продолжение следует...